Танкистов 150-й мотострелковой дивизии Южного военного Орга на учении в Ростовской области поддержали кочующие минометы. Об этом сообщает прислужба ЮВО. Это одна из новинок в боевой подготовке. Эффект подобного взаимодействия четко продемонстрировали военные конфликты последних лет. На полигоне Кадамовские гвардейцы танкового полка во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов уничтожили огневые средства условного противника. Для нанесения внезапного удара впервые применялись кочующие огневые средства. Минометы САНИ, автоматические станковые гранатометы АГС-17 установлены на бронированных тягачах. Кроме того, в составе группы действовали снайперские пары, вооруженные винтовками повышенной мощности. Нижинский танковый полк выполнял учебную боевую задачу по прорыву участка обороны условного противника. Применялись новые тактические элементы, такие как кочующий миномет и артиллерийская батарея, рассредоточенные на участке местности. Корректировка огня выполнялась как наземными средствами, так и беспилотными летательными аппаратами. Огневую поддержку танкистам обеспечили вертолеты армейской авиации. Тренировка прошла в рамках двустороннего командно-штабного учения по управлению войсками на юго-западном стратегическом направлении.